Всем здравствуйте! В эфире особый тайм спорта и я его ведущий Михаил Дорошенко. Сегодня в выпуске все о плавании. Впервые за долгие годы Новосибирская область получила олимпийскую лицензию по плаванию. Ее нам завоевала Наталья Ловцова, спортсменка Новосибирского центра высшего спортивного мастерства. В заключительный день чемпионата России по плаванию Наталья Ловцова выиграла 50-метровку вольным стилем, выполнив квалификационный норматив Всероссийской Федерации плавания для участия в летних олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Спортсменка несколько дней уже находится в Новосибирске и сегодня нам рассказала о планах на ближайшее время. Кстати, Ловцова сама из Тольятти, однако теперь намерена основательно перебраться в столицу Сибири. На самом деле неожиданный этап и очень интересно. Мне здесь нравится и боюсь, что придется остаться в этом городе, потому что мне он безумно нравится. Он меня затянул и хочется всю семью сюда перевезти скорее-скорей, потому что на самом деле и погода не такая, как мне говорили. И, а, это слово, инфокструкция, да, именно она заговорилась. Меня вообще привлекает. Ну, понятно, что здесь понравилось, но есть другая составляющая спортивные результаты. Был не очень хороший период в жизни, как бы сейчас такое становление, да, то есть, вот, как оценишь вот эту ситуацию в жизни, сейчас, которая проходит? Ну, очень интересно. На самом деле у меня какая-то другая жизнь, азарт, игра, и мне нравится то, что я делаю. Я кайфую от того, что я делаю. Мне нравится плавать, я болею, если я не плаваю. И тренер нашел подход ко мне, и я к тренеру нашла подход, и поэтому результат, видимо, и растет. Ну, у нас редко лицензии в плавании бывает. Это человек, который нам эту лицензию завоевал. Как вот, в каком сейчас состоянии находишься, в каком состоянии собираешься подойти к Олимпиаде? Сейчас в состоянии, конечно, я отдыха. Я несколько дней просто отстранилась от плавания, ну, для того, чтобы восстановить силы после чемпионата, потому что у меня после чемпионата России были еще старты. Вот, и чтобы я совсем себя не замучила, нужно немножко отдохнуть. Но в дальнейшем, 12-го числа, у нас начинается подготовка, и сборы, сборы, определенные старты, и потом уже чемпионат, а, Олимпийские игры. Ну, здесь у нас ребята тоже сильные есть, которые тоже, Валя Артемьевна, наверное, с ними тренироваться, тоже добавлять результаты, нет? Ну, у нас разные стили, поэтому мы не сталкиваемся друг с другом. Я, на самом деле, стремлюсь за ребятами. Мне очень нравится плавать за ними. Раньше я всегда была первая, а сейчас у нас ребята становятся все сильнее и сильнее, становятся все больше прилагать усилия, чтобы с ними конкурировать. А вот еще одна, одна наша пловчиха, Валентина Артемьева, хоть и стала призером чемпионата России, у нее бронза в 50-метровке брасом, однако на Олимпиаде мы ее не увидим. К сожалению, Валентина не смогла попасть на Олимпийские игры в третий раз подряд. Я уже отошла, и я не была такая расстроенная, как четыре года назад, потому что четыре года назад я была реально близко к этому. То есть буквально за три месяца до отбора я выиграла чемпионат Европы, и потом не отобраться на Олимпийские игры, это была просто трагедия. А сейчас это тоже было очень обидно, но я уже поняла, когда чемпионат России начался, я поняла, что я не в форме. То есть это нельзя же вот так вот щелкнуть, и оно пришло. Это нужно в форму подходить задолго до старта. Ну и мы пришли к выводу, что все-таки последние месяцы, грубо говоря, с Нового года, была сделана не та работа. Она даже тяжелее, чем та, которая нужна была, видимо. Перегрузили, получается? Да, я думаю, что мы в яме. Мы начали вроде разгружаться, и я, и Антон Лобанов задолго до чемпионата России, и тренер американский наш даже сказал, наверное, вы переразгрузились. Я говорю, извините, если мы переразгрузились, тогда за этот период разгрузки должна была быть эта форма. Она должна была прийти, да, хотя бы на несколько дней, а ее не было. То есть у нас как не было свежести, да, вот с января мы упаханы, вот этот вот Christmas тренинг, семь дней на Новый год, утром, вечером, по две тренировки, включая первого января тоже. То есть мы там приходили вообще никакие, вот. Вот, и потом не успели, видимо, все-таки разгрузиться, и как мой новосибирский тренер Александр Брониславович сказал, не набрались энергетики. Это был «Особый тайм спорта», и я его ведущий Михаил Дорошенко. Смотрите наши программы и занимайтесь спортом. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова